Одновременно сирийская армия продолжает наземную операцию. Взят под контроль основной отрезок важной дороги из Дамаска на север в Хомс. Осталось очистить менее 10 километров в районе Харасты. Как раз там сегодня под минометный обстрел попали журналисты телеканала Russia Today. Никто из коллег не пострадал. А наша группа в Сирии получила дополнительные данные о продвижении войск президента Асада. При российской поддержке с воздуха. Репортаж Олега Шишкина. Сразу 7 самолетов в очереди на старт. Интервал меньше минуты. Воздушная разведка засекла несколько опорных пунктов боевиков. И после уточнения координаты штаба поступил приказ на взлет. Едва один бомбардировщик отрывается от полосы. На взлет выруливает другой. Экипажи в постоянной боевой готовности. Команда может поступить в любую секунду. Бетонка почернела от частых вылетов. Сейчас образовалась небольшая пауза. И у нас есть уникальная возможность выйти прямо в самый центр взлетной полосы. И показать вот эти длинные черные следы. И это один из показателей интенсивности боевой работы. Немыслимые в гражданской авиации такие виражи для военных летчиков норма. Перегрузки при резком наборе высоты колоссальные. На этот раз российские боевые самолеты отправились бомбить объекты террористов в горах. На вооружении специальные бетонобойные бомбы. Они пробивают перекрытие толщиной в несколько метров и взрываются уже непосредственно внутри сооружения. Су-24М возвращается с боевого задания. Посадочная скорость около 300 км в час. Хорошо видно, что подкрыли менять бомб. Это значит пилот израсходовал весь боезапас. Интенсивность вылетов такова, что порой в небе над базой становится тесно. Одни взлетают, другие заходят на посадку. Еще несколько бомбардировщиков в это время уже набрав высоту, выходят на заданный курс. Развести всех по времени и по разным эшелонам. Задача требующая ювелирной точности. И военные диспетчеры с ней справляются блестяще. А ведь в небе над базой еще все время кружат боевые вертолеты. Ведущий и ведомый. Первый обнаруживает цель и при необходимости атакует. Второй прикрывает. Аэродром находится в глубоком тылу, и боевики опасаются совершать сюда вылазки. Но летчики должны быть готовы ко всему. Диверсионные группы противника, если они появятся, необходимо засечь и уничтожить еще на подходе к базе. Основное вооружение Ми-24, так называемые «нары». Неуправляемые авиационные ракеты. Вот они, кстати, обратите внимание, блоки сейчас заряжены. В Сирии вертолют усилен еще вот такой противотанковой управляемой ракетой. Ну и, конечно, есть штатная авиационная пушка, надежная и проверенная временем ГШ-30. Ее скорострельность 3000 выстрелов в минуту. Полет на сверхмалых высотах. Летчики должны хорошо различать, что происходит на земле. За два часа вертолеты делают несколько десятков кругов на базе. Сейчас хорошо ветер, но высоте где-то метров 15, не больше. В принципе, он может опуститься еще ниже, но сейчас в этом просто нет необходимости. Скорость около 200 километров в час. Это задание требует особого внимания и сосредоточенности. Патрулирование продолжается круглосуточно, как и полеты бомбардировщиков. Десятки боевых вылетов. Сирийская армия продолжает наступательную операцию и поддержки. С воздуха в ней вводится решающая рука. Наши вооруженные силы атаковали террористов в севернее Хомса и установили контроль над населенными пунктами Снейсель, Махата и вышли к городу Джавалик. В результате нанесения ударов десятки боевиков убитые и ранены уничтожены командные пункты, артиллерийские позиции в районе города Эрастаны и в направлении Тельбисы. Сирийские военные добились серьезных успехов и южнее Алеппо. Штурмовые батальоны отбили у террористов пять населенных пунктов. Район площадью 120 квадратных километров сейчас полностью освобожден от боевиков. Эту территорию штаб сирийских вооруженных сил официально объявил безопасной зоной. Местные жители уже начали возвращаться в дома. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Александр Сойдов, Виктор Аверин, Первый канал, Сирия.